Здесь уже заживает. За проезд он заплатил собственным здоровьем. Растяжение связок и содранная кожа на локтях, коленях и спине. Максим добирался до работы на трамвае. Как обычно, собирался выйти на свои остановки, но не успел. Ногу зажало дверью. Водитель многотонной машины Максима не заметил. Пассажиры, пешеходы и автолюбители. Все пытались остановить трамвай. Но прежде чем он затормозил, проехал почти целую остановку. Я сначала посмотрел на телефоне. Тефонический маленький экранчик мне особо это. Я потом посмотрел на более широком экране. На планшете уже, то есть я все-таки, наверное, 4 дюймов, но побольше. И меня там переделал. В том моменте меня передернуло. То есть мне реально как-то со стороны в итоге смотрелось реально страшно. Когда тебя там болтает, тащит и это, то реально было страшно смотреть. В жизни было не так страшно? Когда ты тащил, это не так ощущалось. То есть он гораздо чем увидел. Поэтому больше это видео я не смотрел. И желания смотреть вообще никакого нет. Второй вагон с цепки. То есть если мы говорим о втором вагоне, и водители в первом вагоне находятся, да, какая с ним связь? Вот на каждом поршне у каждой двери кнопка «Стоп». Кнопка аварийного открывания дверей. Подобной техники в вагоне, в котором застрял Максим, не было. Система безопасности имеется только в относительно новых трамваях. Генеральный директор предприятия «Горэлектротранс» Константин Касьянов уверяет, такое произошло впервые в новейшей истории компании. Как это некосчусственно звучит, но ведь и самолеты падают, да? И поезда стрелят, сходят. Поэтому какая может быть страховка? Наша задача сделать все, чтобы это не случилось. Сразу после ЧП началась служебная проверка. Предварительный итог неоднозначный. Эксперты говорят об обоюдной вине. Якобы и пассажир выбегал в последний момент, и водитель трамвая не убедился в безопасности. Мы решили провести эксперимент. Добровольца попросили выбежать в полузакрытую дверь. Нога осталась в салоне. Как и в случае с Максимом, в кабине водителя сигнализация не сработала. Здесь водитель руководствует только сигнализацией. Но когда она уже тронулась через перекресток от этой остановки, там уже правая кривая, и вагон совершенно, второй не видно. Руководство гор-электротрассы уже встречалось с Максимом. Пытались решить вопрос полюбовно. Каждый пассажир застрахован. Пострадавшему полагается компенсация. Но молодой человек признался, если денег на лечение не хватит, следующую встречу он назначат уже в суде. Роман Гальперин, Игорь Шишилин, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.